Здравствуйте, это видео-версия издания «Военное дело». В сегодняшнем нашем новостном блоке следующее. На Украине похвастались противокорабельной ракетой, из-за которой якобы психует Россия. Минобороны России начала формировать отряд миротворцев в Кабардино-Балкарии. Безбашенное решение, что хотят США перебросить в Европу союзникам. И Пентагон обеспокоен наличием у вооруженных сил России передовых систем вооружения. На Украине похвастались противокорабельной ракетой, из-за которой якобы психует Россия. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию «Главред» заявил, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого якобы психует Россия. Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет, так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты, пояснил Жданов. Ранее в оборонном ведомстве Украины заявили о получении национальными военно-морскими силами опытных образцов мобильного ракетного комплекса. Отмечается, что Минобороны страны планирует сформировать три дивизионных комплексов «Нептун» и разместить их в южных областях Украины. Минобороны России начало формировать отряд миротворцев в Кабардино-Балкарии. В Кабардино-Балкарии начали процесс формирования подразделения миротворцев. Планируется вооружить новое подразделение более чем 20 единицами специальной техники. Формирование будет завершено в конце марта текущего года. Военные инженеры пройдут спецподготовку миротворцев. В частности, им предстоит научиться обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, прикладывать дороги в труднопроходимых участках местности и проводить мероприятия по доставке гуманитарных грузов. С молодыми миротворцами проведут практические занятия по восстановлению дорожного движения, коммунальных сетей, социальных объектов и жилых домов. Военнослужащие отработают практические навыки работы с современными миноискателями и использованием костюма сапера ОВР-2 «Сокол». Безбашенное решение. Что хотят США перебросить в Европу союзникам? Пентагон заявил о планах принятия на вооружение новой бронированной машины АМПВ. Предполагается, что она заменит устаревший бронетранспортер М113, стоящий на вооружении армии США, с конца 50-х годов прошлого столетия и ставший одним из массовых в мире. Во второй половине 2022 года стартует следующий этап испытательных тестов многоцелевой бронированной гусеничной машины АМПВ. Представители Пентагона отмечают, что эти бронемашины предназначены не только для вооруженных сил США, но и для армий стран-союзников США по блоку НАТО. У производителя компании BioSystems для этих целей заказана партия на 3000 единиц АМПВ. В целях экономии при разработке новой бронемашины за базовую основу взяли боевые машины пехоты М2М3 «Брэдли». С бронемашин, находящихся на складах хранения, при модернизации уберут башни, улучшат бортовое оснащение и установят новый силовой агрегат. Пентагон обеспокоен наличием у вооруженных сил России передовых систем вооружений. «Российская новейшая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой «Буревестник» позволит России наносить удары практически с любого направления». Об этом заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Гленн Ван Хёрк. Генерал отметил очень высокий потенциал передового наступательного российского вооружения, которое, по его словам, Россия развернула за несколько лет. В числе этих вооружений Гленн Ван Хёрк перечистил кибероружие, системы противокосмической обороны и передовые высокоточные ракеты, включая гиперзвуковые комплексы. Американский военачальник подчеркивает, что этот российский потенциал очень усложняет способность США обнаруживать угрозы и защищаться от них. По словам Глена Ван Хёрка, наращиванием потенциала своих вооружений российские власти всячески стремятся подрывать влияние США и вернуть России статус мировой сверхдержавы. На этом пока все. Еще больше новостей вы найдете на сайте издания «Военное дело».